Мы продолжаем наш выпуск. Герб, флаг и гимн. Казахстан отмечает День государственных символов. В Петропавловский праздник отметили на Центральной площади Петропавловска. В торжестве принял участие глава региона Ерих Султанов. Здесь же вручили благодарственные письма североказахстанцам, внесшим вклад в развитие области. Репортаж Ксении Куценко. Казахстан отмечает День государственных символов. 4 июня 1992 года в стране впервые утвердили собственную государственную символику. Сейчас они знают, что мировое сообщество. Ведь герб, флаг и гимн – это незыблемые символы независимого Казахстана. Атмосфера на Центральной площади города торжественная. С раннего утра у архитектурной композиции атрибутов независимости собирается народ – школьники, студенты, представители общественности. В руках у участников праздника флаги – один из главных символов независимого Казахстана. Курсанты Петропавловского военного института Национальной гвардии Республики Казахстан вносят флаг и герб. Это образ нового суверенного государства, который представили миру в 90-е годы прошлого столетия. Открывает праздник гимн страны. Голубой флаг с золотым солнцем и парящим силуэтом орла – знак свободы и независимости. И герб, в центре которого находится шанырак, как символ общего дома для всех казахстанцев. За много лет они стали визитной карточкой нашей сильной и процветающей страны. С днем государственных символов, собравшихся на площади североказахстанцев, поздравил глава региона Ерик Султанов. Это праздник, одна из важнейших дат в истории нашего государства. Государственные символы раскрывают всему миру образ Казахстана, демонстрируют нашу национально-культурную идентичность и целостные ориентиры. Истинный патриотизм начинается именно с уважения к государственным символам. Через это отношение мы демонстрируем наше единство и сплоченность. А еще в честь праздника благодарственные письма главы региона сегодня получают истинные патриоты североказахстанской области. За выдающиеся успехи в своей профессиональной деятельности, за активную гражданскую позицию, за вклад в решение социально значимых вопросов отмечены шесть североказахстанцев. Это те люди, кто ежедневно трудится на благо нашего региона. В числе награжденных и участковый инспектор Бейбут Алимжанов. В органах внутреннего дела УВД города Петропавловска работаю с 2008 года участковым инспектором полиции. С детства со школьницами мечтали работать и служить родине, и работать в органах полиции. Сегодня без главных атрибутов суверенного Казахстана не обходится ни одно важное событие страны. Поэтому обязанность каждого казахстанца гордиться своими национальными символами, считают участники праздника. Особенно отрадно видеть, как поднимается наш флаг и слышать знакомый мотив гимна страны на мировых первенствах, говорит восьмикратный чемпион мира по гиревому спорту Виталий Диденко. По государственным силам нас знают и уважают далеко за пределами нашей республики. В одном из своих выступлений президент Мурсултан Абишевич Назарбаев отметил, быть патриотом – это носить Казахстан в своем сердце. Это высказание всегда находит яркое подтверждение в моей жизни. Я очень рад, что могу вносить свой личный вклад в развитие и процветание нашей страны. Ценить и уважать главные символы страны. Эти высокие нормы и идеалы необходимо воспитать прежде всего в нашей молодежи, говорят представители старшего поколения. Ведь именно они поведут нашу страну к новым успехам и свершениям. Беречь еще высоко поднималась авторитет, вот символы – это в наших руках жителей суверенного Казахстана. Особенно молодому поколению, я бы сказал, сохранить, приумножить то, что сегодня достигнуто в успехе. Войти в 30 развитых государств – это предстоит молодому поколению. И молодежь готова работать на благо страны. Школьников и студентов переполняют гордость за успехи нашей республики. Важным они считают и сегодняшний праздник – день рождения, герба, флага и гимна Казахстана. Это очень важный день для жизни нашей молодой страны, потому что он определяет независимость Казахстана. Даже самые маленькие наши детки, они уже знают все символы, поют с гордостью гимн. Я очень горжусь нашей страной, что у нас есть такие символы, и то, что мы празднуем этот праздник. И поэтому самое главное – всем мира и добра. Ксения Куценко, Тимур Рахматуллин. Новости МТОРК.